МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня в центре внимания альтернативное решение споров и наша правовая грамотность. Знакомьтесь с гостем студии и присоединяйтесь к диалогу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Иванович Ефимович, председатель Гомельской областной коллегии адвокатов, окончил юридический факультет Белорусского государственного университета. С 1994 года работал в юридической консультации Мозырского района. В 2005 году ее возглавил. В апреле 2012 года избран председателем Гомельской областной коллегии адвокатов. Переизбран на эту должность в 2016 и в 2020 годах. Имеет свидетельство медиатора. Задать вопросы Сергею Ефимовичу можно прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, Сергей Иванович. Рад видеть снова в студии Беларусь-4. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители. И в самом начале фразы, которую прочитал, готовясь сегодня к эфиру. Если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте. А есть ли у вас пульс? Как вам такая мысль? Да, мысль хороша, но есть и другие мысли. Что любое разрешение конфликта, любой мир, наверное, лучше любого продолжения его. Поэтому, наверное, мы сегодня и обсудим тематику, связанную с разрешением споров и конфликтов, и с тем, как мы справляемся с этим. Что говорит ваш личный опыт и адвокатский, и опыт в качестве медиатора? Научились ли мы за последние 5-10 лет вести диалоги, не сжигая мосты? Я думаю, мы учимся. Почему? Потому что конфликты так или иначе сопровождают нашу жизнь. Никуда от этого не денешься, к сожалению. Но найти правильный способ разрешения спора, наверное, это дорогого стоит. И то, что касается, опять-таки, перспектив развития именно нашей деятельности в этом направлении, они, в общем-то, уже имеют какие-то успехи, но есть еще и над чем поработать. Поговорим сейчас, в том числе и про правовую основу. Итак, 2013 год в стране принят закон о медиации. Прошло немало лет, но, как мне кажется, и сегодня далеко не каждый сможет разобраться и ответить, чем же медиация, альтернативное решение споров, отличается от той же медитации уж, простите. Или все-таки я сгущаю краской? Нет, есть. К сожалению, есть это. И на день сегодняшний, несмотря на то, что закон действует с 2013 года, в этом году у нас серьезные изменения уже в него внесены. Вступает в силу они со второго полугодия. Но да, действительно, есть определенные такие житейские заблуждения о том, что это за институт, с чем он связан. А если упоминать, опять-таки, того же медиатора, здесь у кого-то возникают ассоциации с музыкальными инструментами, к сожалению, но, наверное, мы и с этой целью сегодня с вами постричали, чтобы обсудить эти вопросы. Информации должно быть больше. И все-таки, вот, как вы и ваши коллеги обычно объясняете, что же такое медиация? Объясняем, исходя из того, что предтечи, в общем-то, самой медиации, они сложились задолго до того, как появился сам термин. Естественно, что если стороны участвуют в конфликте, в каком-то споре, они заинтересованы в его разрешении, возможно, в том числе и медиации. А если заключается такое соглашение, то, возможно, и участие какого-то третьего, незаинтересованного лица в разрешении этого спора, примирителя, третейского судьи или того же медиатора. Итак, прямо сейчас небольшой пример, небольшой сюжет в тему. Буквально через несколько минут вернемся в студию и продолжим. Это здание, известное как «Дом врача», построено в 1903 году. Сегодня здесь находится отдел записи актов гражданского состояния Гомельского горосполкома. Место, где люди ощущают себя по-настоящему счастливыми. Правда, иногда это счастье заканчивается уже через несколько месяцев. По статистике, до 50% заключенных браков распадаются. И причины не сошлись характерами далеко не единственная и даже не самая главная. «Стоит что на первом месте? Как не хотелось бы об этом говорить, но люди выпивают. Потом живут вместе с родителями тоже. Очень много процентов людей, которые не сживаются либо со свекрою, либо с тещей. Это тоже очень важно для семьи. Когда к нам приходят на расторжение брака подавать по поедному согласию, мы беседуем с ними. И если они открываются, мы, конечно, рекомендуем жить отдельно от родителей. Это совершенно меняет семью. Если сын маму слушает, на жену не обращает внимания, то в том случае, когда они приходят жить отдельно, меняется все в семье. И налаживаются очень часто отношения. Для того, чтобы влиять на статистику, областная нотариальная палата и Главное управление юстиции Гомельского облсполкома разработали совместный проект. Его суть в том, что нотариус и медиатор в определенные дни будут дежурить в ЗАГСах. Даже специальное название придумали. Комната примирения. На развод не решение вопроса. Часто это только начало большой проблемы. Впрочем, если супругов не удастся примирить, медиаторы постараются сделать все, чтобы дальнейшие отношения людей оставались дружественными. В случае поступления заявлений о разводе, мы будем работать с такими людьми, рассказывать им о семейных ценностях и объяснять, что счастлив не тот, кто проблем не имеет, а тот, кто их успешно преодолевает. Специалисты знают, что зачастую эти решения о разводе, решения принимаются спонтанно, необдуманно. И достаточно людям высказаться, быть услышанными, и они смотрят на происходящее с ними совершенно по другим углам. Более правильным, более ориентированным на семейные ценности, на сам институт семьи, на то, что в будущем эта семья может сохраниться. Сегодня в областной нотариальной палате работают 16 медиаторов. Кроме того, в Гомельской области уже сформирована еще одна группа из 22 человек, которые в ближайшее время начнут осваивать секреты медиации. По большому счету, это целая наука работы с людьми, помогающая сторонам в процессе переговоров найти решение, которое бы отвечало их интересам. В отличие от судебного решения, когда одна сторона, как правило, все равно остается недовольной. Медиатор не судья и не священник. Он не принимает ничью сторону, не оценивает, кто прав или виноват. Он организует и сопровождает процесс переговоров, создает благоприятную атмосферу и помогает найти сторонам наиболее приемлемый вариант выхода из сложившейся ситуации. Принятыми решениями должны быть удовлетворены все стороны. Мы видим ситуацию, мы с ними сталкиваемся, когда люди приходят и у них есть конфликты. Это и наследственное правоотношение, когда они могут поделить наследство. Это взаимоотношения между супругами, когда они уже на грани расторжения брака. И они приходят на консультацию, но видно, что они договориться не могут. Поэтому вот в этих ситуациях, конечно, медиатор здесь тоже может помочь, оказать им помощь. С помощью тех методик, которыми медиатор владеет, с помощью методик ведения переговоров, он может им помочь услышать друг друга, для того, чтобы они нашли взаимовыгодное для себя решение. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня гость студии – председатель Гомельской областной коллегии адвокатов Сергей Ефимович. Сергей Иванович, ну что, предлагаю прокомментировать увиденный материал «Служба медиации в ЗАГСах». Как вам такая идея появления в Гомеле комнат примирения? Идея замечательная. И любое развитие медиации, оно невозможно без того, чтобы медиаторы приложили свои усилия в том направлении. Вообще, брачно-семейные конфликты – это одна из составляющих, одно из основных направлений в деятельности медиаторов на день сегодняшний. И упоминая вопрос о примирении сторон, которые так или иначе пытаются расторгнуть брак, мы не должны забывать о том, что стороны получают срок трехмесячный для того, чтобы найти какие-то пути к сохранению семьи. И опять-таки, что этот срок за собой влечет? То есть, чем стороны заняты? Где они, об чем договариваются? То есть, часто нужен человек, который все-таки подтолкнет, взбодрит и скажет? Конечно, просто даже организовать встречу сторон. Вот уже два месяца прошло, вы думали? Конечно, да. Один момент. Другой. Ну, если все-таки пришли к выводу, что семья распалась, ее сохранение невозможно. Нужно, наверное, постараться сделать расторжение брака максимально цивилизованным, попытаться сохранить хорошее отношение между бывшими супругами и опять-таки поспособствовать тому может медиативное соглашение, которое заключается между сторонами. Из сюжета мы видели, что сегодня в нотариальной палате 16 медиаторов, а вот в коллегии адвокатов сколько? В коллегии адвокатов сейчас более 40 медиаторов, имеющих соответствующее свидетельство Министерства юстиции. И количество, конечно, мы доминируем на территории региона. Мы, в общем-то, такой численности достигли уже достаточно давно. И адвокаты, как в целом в республике, они в процентном отношении, конечно, составляют основную массу общего корпуса медиаторов в стране. По понятным причинам, если не ошибаюсь, 2015 год именно коллегия адвокатов в Гумеле одна из первых заявила о необходимости применения медиации, института медиации в досудебном, альтернативном решении споров. Как за эти годы менялись все вместе? И эксперты, и люди, которые к вам идут? Ну, конечно, здесь невозможно, опять-таки, работа медиаторов без обращения к нему соответствующими вопросами со стороны граждан, со стороны субъектов хозяйственной. Естественно, что этот процесс, он взаимный. Но, исходя вот из соображений дня сегодняшнего, то есть к чему мы пришли, радует то, что люди стали обращаться не только к адвокатам, но и к медиаторам. То есть уже есть понимание самого института, понимание того, что он за собой влечет, какие меры, например, для достижения мирового соглашения возможны к применению. И это радует. Это радует, почему? Потому что уже есть определенные достижения, в том числе и благодаря средствам массовой информации. Вот интересно, медиаторы, это специалисты универсальные, ведут сразу несколько совершенно разных тем и сфер, или все-таки каждый старается заниматься одной нишей? По-разному. Медиатор сам для себя определяет сферу своих интересов, профессиональных, но если ввести речь о основных направлениях, то это будут брачно-семейные отношения, это будут коммерческие споры, и новое направление дня сегодняшнего – это так называемая школьная медиация. То есть это урегулирование конфликтов как между учащимися, так и с педагогическим каким-то составом, если таковые возникают. То есть есть над чем работать, и есть к чему дальше стремиться. То, что сегодня, я думаю, действительно актуально, удаленно практикуете консультировать? Да, по возможности мы стараемся это делать, с учетом и возможностей цифровой техники, и с учетом того, насколько необходима личная встреча с гражданами, либо с представителями субъектов хозяйства. Мы говорили, что 2013 год принес в стране закон о медиации, в 2020 позиции института медиации должны усилиться. Буквально тезисно, по каким направлениям и что обновление законодательной базы базы должно дать? Со второго полугодия 2020 года у нас появляется такой уже практический институт, как информационная встреча с медиатором. То есть это та встреча, на которой сторонам будет четко и детально объясняться, что это за институт, какие он за собой влечет положительные моменты для сторон. Появляются определенные изменения в законе в части исполнения медиативного соглашения, в части того, что касается возможностей применения медиации, как внесудебной, так и судебной, по отношению к стадиям того же процесса. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Телефон в Гомеле 340 043. Свои сообщения вы можете отправлять и на инфолинию Viber 8 029 340 043 3. Мне подсказывают, есть первый звонок, предлагаю выслушать, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. И у меня вопрос. Пожалуйста. Что делать, если одна из сторон не выполняет условия соглашения, которое заключено медиацией? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Но вообще это случай редкий. Почему? Потому что если медиативное соглашение заключается, и статистика тому свидетельствует, больше 90% выполняется добровольно. Почему? Потому что в основе медиации лежат принципы добровольности и добросовестности. То есть, если стороны заключают медиативное соглашение, как правило, оно устраивает эти стороны. Договорились. Руку пожарят друг другу. Конечно. Хотя есть случаи, когда все-таки и письменно необходимо заверить такой дружеский союз. Есть у нас пока на сегодняшний день такой институт, как заключение мирового соглашения. Он сохранится. Пока, во всяком случае, для придания документу исполнительной силы в судах общей юрисдикции это необходимо. А со второго полугодия нынешнего года медиативное соглашение может быть исполнено принудительно при соответствующем обращении судебной инстанции. То есть, если потребуется, в том числе, и принудительное исполнение этого документа, это будет возможным. И в судах экономической юрисдикции это возможно уже на день сегодняшнего. То есть, юридическую силу решения, принятые, в том числе, при помощи медиации, имеют? Конечно, имеют. Единственное, только здесь вопрос в большей степени формальный. Как придать этому документу необходимость обязательного или принудительного исполнения? Мы с вами понимаем, что при случае судебного разбирательства судья назначается без изучения мнения сторон по понятным причинам. А вот в случае таком, когда в решении конфликте пара решает прибегнуть к медиации. Как исключить лоббирование интересов, если в споре один приглашает медиатора? Первичный вопрос, наверное, желают ли стороны участвовать в медиации. Если стороны... Договорились. Да. Выбираем медиацию. Тогда заключается соответствующее соглашение о проведении медиации. И здесь ведь стороны равны в правах в части выбора медиатора. Если они желают заключить медиативное соглашение перспективно или как минимум поучаствовать в медиации, то, я думаю, они договорятся о том, кто будет медиатором. То есть вы советуете делать это совместно? Обязательно. А иначе невозможно. Чтобы потом не было подозрений. Это все-таки твой человек. Конечно. Буквально коротко, я думаю, что зрителям это будет действительно интересно. Цена вопроса. Чем отличается оплата за услуги личного адвоката и личного медиатора? Здесь принципиальных отличий нет. Почему? Потому что и там, и там у нас действуют договорные начала. То есть и там, и там это определяется по соглашению со сторонами, которые либо заключают договор с адвокатом, либо заключают соответствующее соглашение с медиатором. Что касается дня сегодняшнего, то те же информационные встречи, даже иной раз и первичные медиативные процедуры, они проводятся безвозмездно для сторон. Топ-3, топ-5 проблем, с которыми чаще всего сегодня жители региона обращаются к медиаторам? Ну, как правило, это вопросы мрачно-семейных отношений. Это вопросы трудовых споров, коммерческих споров. Ну, земельные споры имеют хорошие перспективы для того, чтобы обсуждать со сторонами возможность применения медиации. Это вот. Сергей Иванович, ну а сейчас, если позволите, к сообщениям, которые пришли на нашу инфолинию Viber от зрителей. Интересный разговор. Все-таки, наверное, это черта современного общества перекладывать свои проблемы на других. Или вы про то, что каждый должен заниматься своим делом? Интересуется Игорь Францевич. Ну, наверное, главное, чтобы было достигнуто соглашение. И не суть, каким образом оно достигнуто, либо в ходе заключения мирового соглашения в суде, либо путем достижения медиативного соглашения с участием медиатора. Я думаю, это самое принципиальное. Притом, опять-таки, условия, что институт – это не наша выдумка, это мировой опыт. Еще один вопрос. Скажите, работает ли медиация, когда речь идет про уголовный процесс? Убийство, изнасилование и так далее. Какое здесь может быть мирное регулирование? Возможно, мирное урегулирование оно и на сегодняшний день присутствует, потому что по таким категориям дел, которые относятся к так называемым делам частного обвинения, прекращение уголовного преследования возможно при достижении сторонами соответствующего соглашения об этом, то есть за примирением сторон. И опять-таки возникает вопрос, как быть сторонам, при том условии, если они готовы достигнуть этого соглашения. К сожалению, да, пока медиатор не является участником процессуальной деятельности, в отличие от иных стран. Но все перспективы к тому, чтобы восстановительная так называемая медиация, восстановительный сам термин подразумевает, что восстанавливается в том числе и права потерпевшей стороны по делу, они имеют, я полагаю, достаточно хорошие перспективы в дальнейшем. Спасибо большое. Еще одно сообщение. Правда ли, что у медиатора может и не быть юридического образования? Какая от него тогда польза, простого совета, я могу спросить, у соседки? Закон требует либо высшего юридического, либо иного высшего образования. То есть минимальный набор требований, он определен, естественно, законом, соответствующим о медиации. Что касается совета соседки, здесь, наверное, вопрос не столько в советах, сколько в определенных процедурах, которые соответствующим образом урегулированы. И стороны, опять-таки, должны иметь возможность, как минимум, встретиться друг с другом, обсудить свои права, законные интересы и, опять-таки, достичь по возможности какого-то соглашения. И еще один вопрос. Почему руководитель адвокатской организации пропагандирует медиацию? Расскажите лучше об адвокатах в районах. В принципе, достаточно понятно, почему, но все-таки... Ну, я скажу, что медиация – это одно из направлений адвокатской деятельности. Поэтому, если не адвокатами, нотариусом заниматься этими вопросами, то кто тогда будет этим специалистом, как минимум, в период становления института. Что касается, опять-таки, адвокатов, у нас и в районах, не только в городе Гомеле работают адвокаты-медиаторы. И я скажу, что адвокаты участвуют иной раз и как медиаторы, и как представители сторон при урегулировании споров. Поэтому, что касается адвокатов в районах, мы представлены во всех районах Гомельской области. Не во всех, к сожалению, сейчас как медиаторы, но во всех крупных городах, да. Чтобы было понятно, и все-таки, чтобы подвести черту в этой части разговора о альтернативном решении споров, какова схема построения диалога человека, который обращается к медиатору? Это сначала встреча первичная, что дальше? Ну, первоначально надо выяснить у сторон, желают ли они урегулировать спор путем проведения медиации. Если согласие принципиально достигнуто, либо через информационную встречу, да, либо, опять-таки, путем прямого обращения к медиатору заключается уже соглашение о проведении медиации. Потом проводится процедура медиации, ну и, конечно, в идеале это заключение медиативного соглашения. Как результат проведения уже успешной медиации. Хотя, в принципе, даже если медиативное соглашение и не достигнуто, нельзя говорить о том, что она не состоялась. Поскольку стороны, опять-таки, иной раз, без заключения соглашения, все-таки выходят на положительные результаты в части общения, в части того, что касается сохранения отношений. Спасибо за полезную информацию. Ну, а во второй части программы поговорим о нашей правовой грамотности. И без грамотности, если хотите, прямо сейчас наша традиционная рубрика «Есть мнение». Я думаю, что не было. Например, если взять Минск, там очень вежливые водители на рощи-то пропускают, даже если ты этого не хочешь. В Гомеле то же самое. Как покупателя. Ну, было несколько случаев, когда, например, ценники не совпадали с ценой действительно товара. И такое очень часто делается. Ну, какие-то скандалы, и все решалось. Покупала груши. Пришла домой, груши пахнут обработкой, какими-то химикатами. Пришла, написала жалобу. Мне пришел ответ, что все соответствует стандартным, никакого запаха, ничего нет. По пешеходному переходу иногда, ну, так с ребенком иногда вот так вот идешь, да, а там зеленый светофор, а эти машины, короче, мчатся. Никак. А что я им скажу, куда мне звонить? Номера, если не запоминаю. Не было таких случаев, потому что все зависит от самого человека. Если он ведет себя нормально, никто его не будет штрафовать, никто его не остановит. Я думаю, что у нас все грамотные граждане, поэтому если нарушаются права, граждане всегда просят разъяснить, да. И опять же таки, если это необоснованно, вопросы задавать. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость в студии, председатель Гомельской областной коллегии адвокатов Сергей Ефимович. Сергей Иванович, если позволите, прокомментируем материал буквально через минуту, а пока звонок от наших зрителей. Пожалуйста, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Игорь Владимирович меня зовут. Ваш вопрос. Меня интересует вопрос безопасности в медиации, конфиденциальности. Есть ли какие-то гарантии того, что если я не смогу договориться, то информация, которую знает медиатор, не будет использована против меня потом. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, интересный. Но момент конфиденциальности, он прямо определен законом о медиации. Те сведения, которые так или иначе стали известны медиатору, они не могут являться источником доказывания в процессе. Он не может быть допрошен по этому поводу в ходе разбирательства, если на то не получил согласие от сторон. Что касается конфиденциальности, ну, наверное, первичен вопрос при выборе самого медиатора. Почему? Потому что, как я уже подчеркал, медиация, по большому счету, начинается с соглашения медиативного. То есть того, что касается проведения института медиации. И сами стороны определяют того медиатора, к которому они обращаются. Они сами решают вопрос о том, кто будет заниматься их спором непосредственно. Что касается, опять-таки, необходимости соблюдения вот всех тех требований, которые определены законом, конечно, любой медиатор, он в этом вопросе сведущ, и он прекрасно понимает, в какой степени и как с этой информацией необходимо работать. Спасибо большое за разъяснение. Ну, а сейчас вернемся к соцопросу, который провели мои коллеги на улице Гомеля. Как вы оцениваете нашу правовую грамотность, безграмотность? Особенно люди не жаловались, как понимаю, с большего ориентируются? Ну, если люди не жалуются, то здесь, опять-таки, можно по-разному относиться к этому вопросу. Почему? Потому что есть примеры, вот даже обозначенные в соцопросе, когда правонарушение имело место быть, но не было соответствующего реагирования, а, следовательно, и разбирательства. Поэтому, если человек чувствует, что в какой-то степени его права, законные интересы нарушаются, его не лишают никто права обратиться в соответствующие инстанции, прибегнуть, опять-таки, к нашей помощи, в том числе, и отстаивать свои права и законные интересы. В том числе и, возможно, в ходе судебных каких-то разбирательств. Почему? Потому что одно из направлений нашей деятельности – это и представительство в тех же гражданских процессах, это участие по уголовным и административным делам. Поэтому все зависит от человека, насколько он желает отстаивать свои права и законные интересы. Хорошо. Вот интересно, как оценивают ситуацию специалисты, как обилие информации, я про интернет и не только, повлияло на уровень и качество, что важно, нашей правовой грамотности? Здесь, понимаете, все хорошо в меру, потому что чрезмерная информированность, она иной раз у граждан вызывает затруднения. Почему? Потому что звучат различные оценки по, казалось бы, одному и тому же вопросу. И если вести речь о каких-то там советах, о беседах, о информации, полученной в глобальной сети интернет, то сейчас уже таким распространенным стало обращение к адвокату, когда просят не столько ответить на вопрос, сколько выбрать один из вопросов. Или поддержать. Я читал, что точно знаю. Да, да, да. Но вот все-таки выбрать не могу. Поэтому, да, есть здесь вопросы относительно тех советов, которые иной раздаются. Но, понимаете, иной совет, он заканчивается необходимостью обращения за консультацией соответствующей к специалисту. Все равно дороги ведут к специалисту. Конечно. Но а почему не сразу люди приходят? Может быть, в том числе потому, что за советы профессионала чаще всего, или, точнее, всегда нужно платить, а советы блогера и соседки в основном ничего не стоят? Ну, я бы не сказал, что всегда приходится платить. Значительную часть работы мы проводим безвозмездно для наших клиентов. И, наверное, начинать разговор нужно и с этого, а с самого факта обращения. Потому как от категории вопроса во многом зависит и стоимость той же правовой помощи. И вопрос решается в гонораре. Поэтому не стоит бояться. Нужно, наверное, обращаться, в первую очередь, к специалистам, обозначать себя, свою проблему и пытаться как-то ее разрешить. Опять-таки, с участием специалистов. При том условии, что, как правило, если сторона оказывается правой в этом споре, то она компенсирует все расходы, все издержки, которые были понесены в пределах. А вот вы начали говорить про льготное консультирование, про бесплатное консультирование. Кто может рассчитывать на такое условие? Ну, это достаточно широкий спектр граждан. Я не буду приводить весь его перечень. При том условии, что он не носит исчерпывающего характера. Самые популярные примеры, что это, как правило, инвалиды первой и второй группы. Это по информации, которая не требует ознакомления с материалами дела и достаточно проведения какой-то консультации. Это трудовые споры по участию в судах первой инстанции. Это вопросы, связанные с защитой интереса несовершеннолетних лиц. Ну, и если к нам поступает обращение, и мы видим, что, да, действительно человек оказался в какой-то сложной жизненной ситуации, как правило, мы идем навстречу. И оказываем помощь, исходя из того, что, да, действительно человек нуждается в помощи, но не может себе по тем или иным причинам позволить произвести оплату гонорара. Самые сложные дела, вот на ваш взгляд, это какие чаще всего? Ну, любое дело сложное, понимаете, потому как каждый спор, он уникален по-своему. И здесь многое зависит, наверное, не только от вопроса заданного, но и от участников. Почему? Потому что, коль мы касались и мирового соглашения, то, казалось бы, родственники, те, которые сохраняют длительные отношения, очень сложно бывает договариваются, идут на какой-то компромисс. И элементарный, там, какой-то земельный спор, который, там, не носит какого-то принципиального характера, он может длиться годами. Хотя, ну, с юридической точки зрения он особой сложности не представляет. Он более находится в такой житейской плоскости. Многое действительно зависит от гибкости, если хотите, хотя бы одного вправе. Да, и желание сторон иной раз все-таки выйти на какой-то компромисс. Может быть, и недаром путают медиацию с медитацией? Возможно. Кому-то вдох-выдох может помочь? Возможно. Но у нас еще, понимаете, все-таки отношение к судебному разбирательству весьма специфично, в том плане, что есть, да, судебное постановление, а есть медиативное соглашение. И мы еще, ну, в таком значительном процессе становления находимся для того, чтобы наши граждане, в том числе, смогли соответствующим образом оценить все прелести этого института. И вернемся все-таки к теме правовой грамотности и безграмотности. И еще порция сообщений от наших зрителей. Мой вопрос связан с самообслуживанием в магазинах. Можно ли заходить в торговый зал со своей сумкой? Размер имеет значение? Размер значения как такого не имеет. Здесь уже, наверное, больше вопрос относится, насколько удобно с большой сумкой находиться в торговом зале. Но отбор продуктов, да, отбор товара должен производиться предназначенные для этого корзинки, тележки. Вот. Это четко прописано соответствующими документами. То есть все-таки ограничить право человека зайти в торговый зал со своей сумкой, если она представляет особую ценность для того иного посетителя, нельзя. Ну, наверное, прежде чем идти в торговый зал, надо подумать, а стоит ли находиться там, вызывать, может быть, какие-то ненужные подозрения, да, сомнения на этот счет, для того, чтобы в последующем не иметь вопросов по итогам. Если нет мыслей спровоцировать конфликт, а такое тоже бывает. Да, да. И с таким часто сталкиваетесь? Ну, бывает, бывает. В том числе и вопросы такого характера. Не знаю, поможет ли здесь медиатор или какой другой специалист нужен. Еще один вопрос от зрителей. В магазинах можно увидеть информацию типа, администрация ответственности не несет. Так стоит ли тогда доверять свои вещи камерам хранения? Как быть в случае пропажа? Ну, откровенно говоря, уже давно не встречал подобных надписей. И администрация несет ответственность за те места хранения, которые для этого специально предназначены. Почему? Потому что если располагается там, условно, та же сумка, да, в месте предназначен для хранения, то соответствующий жетон предоставляется человеку. И здесь есть ответственность за то, что касается организации мест хранения. Даже если нет камер видеонаблюдения, все равно факт получения жетона с номером означает, что вещи взяты на хранение. Но, заметьте, как правило, уже, как правило, камеры присутствуют. Правильно? Поэтому, если... Все-таки магазины заинтересованы, чтобы защитить себя. А зачем эти конфликты нужны? При том условии, что исчезновение той же сумки, это же целый, в дальнейшем, ну, такой нехороший механизм за собой влечет соответствующих разбирательств. И еще из нашей потребительской корзины вопросов от зрителей. Не всегда охрана в гипермаркетах ведет себя корректно. Кто и как может нас досматривать в магазине? Ну, опять-таки досматривать, понимаете. Что такое есть досмотр? Есть соответствующая полномочия службы безопасности магазина. Если есть какие-либо подозрения в части хищения товарно-материальных ценностей, в части того, что где-то каким-то образом претензии можно предъявить человеку, они знают, как необходимо действовать в этой ситуации. Почему? Потому что вопрос досмотра, вопрос, связанный с тем, что касается изъятия каких-то вещей у гражданина, он возможен только в том случае, если он проводится уполномоченным лицом. Охранник гипермаркета является таким? Ну, мы ведем речь уже фактически об административном либо уголовном процессе. Вот. Поэтому здесь должны работать соответствующие правоохранительные службы. И, ну, охранник что в этой ситуации может сделать? Это попытаться как-то найти взаимоприемлемое решение по тем сомнительным вопросам, которые у него возникли. Все зависит от корректности, да, как поставить вопрос. Конечно, конечно. Но здесь нельзя, опять-таки, заменить охранником работника правоохранительных органов. И если уж доходит ситуация до того, что подозревает человека в совершении хищения, да, то это, естественно, за собой повлечет соответствующие процессуальные меры и, соответственно, необходимость работы уполномоченных лиц. Если человек уверен в своей правоте, то тогда уже, наверное, его правое дело вызвать сотрудника милиции для того, чтобы уже, если происходил осмотр, то только... Совершенно верно. Потому что иначе какая доказательная база будет в этой ситуации? Если человек твердо утверждает о том, что он не причастен к чему-либо, то, опять-таки, нужно разобраться в этом вопросе, собрать соответствующие доказательства. И еще один вопрос из инфолинии Вайбер. Купила платье, пришла домой и поняла, что оно мне не подходит. Как быть? Можно ли его сдать? Интересуется Ольга Петровна. И я думаю, что вместе с Ольгой Петровной немалое количество зрительниц. Ну, если гражданка выяснила, что не подходит, я так понимаю, в носке оно не было. А это немаловажно, да? Конечно. Двухнедельный срок, вот в таком случае, он предусмотрен законом для того, чтобы спокойно возвратить товар. И проблем не возникает. Что при этом еще должно быть на платье? Бирка? Закон не требует даже необходимости сохранения чека, но, естественно, это все упрощает. Именно процедуру возврата. Почему? Потому что, опять-таки, сам чек, он подразумевает вариант оплаты. То есть, это наличная форма, это безналичная форма оплаты. Но, опять-таки, в любом случае, это не является препятствием для того, чтобы товар был возвращен продавцу. То есть, все-таки, каждому нужно позаботиться о своей личной безопасности, правовой, самостоятельно. Совершенно верно. Немало вопросов, действительно, связано с торговлей и услугами. Как это отражается на количестве обращений к вашим коллегам? Есть такая категория споров, и причем эта категория споров, она не только со стороны покупателей. Почему? Потому что, к сожалению, есть такой термин, потребительский экстремизм. Когда человек под видом того, что приобрел некачественный товар, пытается в какой-то степени заявить о своих правах. И здесь, иной раз, и злоупотребляет своими правами. Поэтому мы за то, чтобы истина была установлена в любом споре. Мы представляем интересы не только потребителей, но и тех же продавцов. И мы заинтересованы в том, чтобы любой спор нашел свое правильное, справедливое, разумное разрешение. Сергей Иванович, близится к завершению эфирное время, отведенное для нашей программы. Я благодарю вас за компетентные ответы, советы и разъяснения по многим темам. Будем подводить черту в разговоре. Что пожелаете зрителям? Ведь все мы ходим в магазин, все мы то, с чего начинали, без своего желания часто ввязываемся в конфликты. Как найти равновесие? Как не запутаться в тонкостях? И что посоветуете? Посоветовать хотел бы того, чтобы граждане, зная о своих правах и законных интересах, не забывали о том, что они заканчиваются ровно там, где начинаются права, свободы и законные интересы других граждан. Поэтому, думая о себе, не стоит забывать и о тех же соседях, о тех же наших гражданах, которые так или иначе вовлечены в отношения друг с другом. Хотел бы пожелать того, чтобы мы всегда относились к уважению, безотносительно к тому, в каком споре мы участвуем. Пытались его урегулировать разумно, справедливо и правильно. И все-таки, если есть вопрос, если есть сомнения, всегда к специалистам. Чем раньше, тем лучше. Конечно. Как обстоят дела с качеством помощи и в небольших населенных пунктах? Понятно, что в Гомеле сеть адвокатских бюро достаточно большая. У нас у каждого адвоката есть соответствующие лицензии. Каждый адвокат проходит переаттестацию. Каждый адвокат, он должен соответствовать тем требованиям, которые к нему предъявляет и закон, и наш регулятор Министерства юстиции. И здесь у меня никаких сомнений не возникает в качестве помощи. Почему? Потому что, если вдруг какие-то вопросы имеют место быть, мы стараемся разрешать их. И статистика вещь упрямая, как правило, особых нареканий на работу наших адвокатов нет. И я верю в то, что так оно и есть, и высококвалифицированная профессиональная помощь нашими коллегами оказывается должным образом. Спасибо вам за это, у зрителей Гомельской области, а также за это интервью. Я напомню, что сегодня гостем программы «Диалог» был председатель Гомельской областной коллегии адвокатов Сергей Ефимович. Всем добрых новостей и до встречи в эфире.